Митрополит Челябинский Златоустовский Никодим осветил здание управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации в Челябинской области. На торжестве побывали наши коллеги. Новое силовое ведомство было учреждено в России совсем недавно. Прошло чуть больше месяца со дня назначения руководителем регионального управления полковника полиции Александра Юрьевича Ясинского. На нашем гербе внутренних войск сейчас уже Национальной гвардией изображен Георгий Победоносец, символизирующий победу над силами зла. Я думаю, в тяжелые времена русское воинство, оно всегда обращалось к религии и всегда было неразрывно связано. Выходцы, самые лучшие, наверное, иратные люди нашего воинства, это всегда были глубоко верующие. Сама вера, она определяет, наверное, по себе порядочность и высокое чувство служения Родине. Правящий архиерей совершил молебен, а затем под пение тропаря «Спаси Господи, люди Твоя» окропил помещение святой водой и благословил сотрудников управления на успешную службу. В начале трудов Национальной гвардии здесь, на Южно-Уральской земле, молились Господу, чтобы всемилостивый Господь благословил вас в этом нелегком труде. Мы просили Господа, чтобы Господь не спасал ангела-хранителя своего и на это место, где вы будете трудиться. Ибо вам надлежит исполнять нелегкое послушание в деле сохранения мира здесь, на нашей земле, в пределах нашего Отечества. В благословение за успешные труды митрополит Никодим подарил региональному управлению Росгвардии икону святого равноапостольного князя Владимира.